Музыка для тех, кому концерты скучны и утомительные, интересные занятия для тех, кого невероятно сложно увлечь. В областном центре работает проект «Играем в музыку». Еженедельно активные родители собираются на специальной творческой площадке и вместе создают искусство. Здесь нет никаких ограничений, не нужно сидеть по струнке, чтобы слушать исполнителя, можно ходить, смеяться и даже пробовать играть самому. Став мамой, я обзавидовалась столичным детям, которые могли проводить свой досуг с пользой, весело. Ну и сама, наверное, засиделась дома, хотелось какой-то активности, но с полуторагодовалым ребенком, как выяснилось, в Иванове сходить абсолютно некуда. Поэтому, посмотрев опыт столичный, московский и питерский, аккумулировав все плюсы и минусы, мы создали вот такой проект «Играем в музыку». За год существования проекта приглашенные музыканты еще ни разу не повторялись. В этих стенах звучала классика, джаз, этника, ну и, конечно, любимые всеми детские песни. Я на солнышке лежу, и на солнышком лежу, все лежу, и на солнышком лежу. «Играем в музыку» проект для всей семьи. Мамам в декрете будет приятно пообщаться с коллегами по воспитательному процессу, малышам приобщиться к великому искусству, а у пап появится шанс стать меломанами. Анна и ее дочка Алена в проекте уже год. Первые разы малышку сюда приносили, девочка еще не умела ходить. Сейчас Алена ведет себя как образцовый зритель. «Во-первых, здесь очень хорошая атмосфера. Во-вторых, мне кажется, что у меня дочку некоторая музыка все-таки задевает, она начинает танцевать, слушать, потому что у меня, в общем, техническое образование. И я никакого отношения к музыке не имела и не имею. И мне хотелось бы, чтобы у дочки было немножко все по-другому. То есть она как-то больше была, ну, ближе вот к этому себе». Самому маленькому зрителю три месяца, старшим 11-12 лет. На каждый возраст здесь свой формат развлечений. Организаторы проводят концерты, устраивают спектакли и находят специалистов на мастер-классы по игре на музыкальных инструментах. «Мы воспитываем подрастающее поколение, которое будет ходить в филармонии, в театры, драмы, музыкальные театры. Сейчас я лично знакома с некоторыми из представителей культуры нашего города. И они говорят, что молодежь в театры, в музеи, на музыкальные концерты, джазовые или классической музыки практически не ходит. Бабушки пенсионного возраста в основном. Ну, потому что нет такой культуры пока, к сожалению, или она очень мала. А вот мы, ну, такая глобальная цель, да, воспитать все-таки в детях любовь к этой музыке». За время существования проекта появилась еще одна педагогическая цель. Малышей учат дисциплине и культуре поведения на массовых мероприятиях. Каждая крошка здесь знает, как важно аплодировать и благодарить артистов за выступление. «Я вижу пользу, наверное, потому что она слышит музыку, может наблюдать воочию, как все это происходит. Это музыкальные инструменты вблизи, как на них играют». Шум и гамм здесь удивляют только первые минуты. К ним быстро привыкаешь и начинаешь получать удовольствие от происходящего. Еще один плюс – возможность вернуться в детство и не стесняясь взять музыкальный инструмент и попробовать сыграть на нем. У проекта большие планы. Впереди новые формы работы. Посетители уже могут поиграть в театр, а вскоре будет игра в балет и даже в музей. Ну и, конечно, необходимо расширяться. Год назад в проекте участвовали 10 семей, а сейчас их в разы больше. Организаторы в социальных сетях ведут предварительную запись. Некоторым приходится отказывать, не хватает места. Если творческому объединению удастся найти новое помещение, арт-группа разрастется и сможет принять больше музыкальных малышей и их родителей. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова